От всей души спешу поприветствовать вас на канале «Строю дом своими руками». В прошлом выпуске мы занимались с вами тем, что изготавливали парящую кровать. Это был экспериментальный проект. Не стану скрывать, что я получил от этого массу положительных эмоций и позитива. Вопреки некоторым комментариям, что кровать опасна, она отрубит пальцы, она лопнет в местах сварных швов. Я хочу сказать, друзья, нет повода переживать. На самом деле, ваши опасения напрасны. Кровать работает отлично. Об этом я обязательно расскажу в следующих сериях. Кстати, кто не смотрел предыдущую, по этой ссылочке можно с ней ознакомиться. Сегодняшний проект будет больше интересен тем зрителям, которые собираются строить свой дом, интегрируя в него французские окна. Потому что мы будем заниматься конвекторами. И конвекторами, сделанными своими руками, разумеется. На самом деле, тема совершенно одинаковая с парящей кроватью. Я также полазил по магазинам, бывал даже на выставках строительных, на которых мне посчитали мои проемы. И получилось, что конвектор под французское окно, а у меня их два, будет стоить в районе 35 тысяч. Плюс тысяч 10-15 будет стоить решетка на него. Соответственно, это цена 45-50 тысяч. И это еще не факт, что он будет медный или алюминиевый. Пораскинув мозгами, я принял решение попробовать сварить этот самый коллектор на основе простого регистра. В форме подковы. Этим мы займемся с вами в этом видео. Последние теплые денечки. Давайте не будем терять время и приступим к работе. В конце предыдущего выпуска я предложил вам попробовать угадать, что же это будет в итоге. Варианты меня повеселили. Топ-5 лучших предсказаний. На пятом месте лифт. Кормушка для животных. Лоток под рассаду для Евгении. Второе место занимает покрывало для парящей кровати. Ну и на первом месте боевой эсминец. Видимо, уже многие в курсе про мою любовь к морским приключениям. Но все же, как я сказал ранее, мы будем строить с вами внутрипольный конвектор. Вы даже не представляете себе, сколько я перерыл информации, прежде чем приступить к изготовлению этой штуки. Нашел даже документы, в которых рассказывается про отопительные системы судовых помещений. Не секрет, что подобную систему отопления используют там, где нужна постоянная температура и необходимая влажность. Например, в штурманской или рулевой рубке. Я даже сходил на виртуальную экскурсию по боевым кораблям в компьютерной игре World of Warships. Тут можно смотреть документальные ролики прямо внутри игры. Так я побродил внутри знаменитого крейсера Михаил Кутузов и даже совершил путешествие в Америку, посетив авианосец Мидуэй. А еще у меня вместе с кланом идет вторая стройка. Вот наша клановая база, в которой мы недавно улучшили судостроительный завод до третьего уровня. А все благодаря тому, что мы регулярно собираемся вечером и побеждаем в морских сражениях. В игре несколько типов кораблей. Маневренные эсминцы, крейсеры для поддержки огнем, огромные линкоры и авианосцы с атакующими самолетами. Вы можете прокачать любой. Я, например, чаще играю на эсминцах, но люблю и на линкоре погонять. В общем, игрушка отличная, с хорошей графикой и пойдет, даже если у вас не очень мощный компьютер. Есть! А еще для каждого из вас у меня есть отличные подарки. Регистрируйтесь по моей ссылке в описании, получите премиумный крейсер Аврора, премиумный эсминец Тачибана Лима, 30 дней премиум аккаунта, 1000 дублонов и 1 миллион серебра. Скачивайте мир кораблей и начинайте побеждать уже сегодня. Я жду вас в команде, друзья. Ну а мы продолжаем. Теперь немного о размерах. Лоток под конвектор в нашу комнату будет на 20 сантиметров меньше ширины проема, то есть 3,30. Высота 10 сантиметров. Ширина лотка 30. В комнату дочери я сварю лоток длиной 2,30. При изготовлении первого лотка я решил использовать вариант сборки короба через сворачивание листа в местах сгиба. Для этого я прошел болгарбе по всем линиям, тем самым ослабив эти участки. Сворачивать 2-х миллиметровую сталь оказалось таким себе увлечением. И я принял решение второй лоток собирать полностью на сварку. Скажу сразу второй вариант, мне понравился больше. Первые вводные, друзья. Все, что касаемо радиаторного отопления на этаже, будет делаться по системе петля Тихельмана. Два конвектора. Это в этой комнате, где француз, и в комнате дочери. Там тоже француз, и там тоже будет стоять конвектор на основе регистра, как я и говорил. Здесь будет дополнительно один радиатор. Теплых полов не будет, потому как в спальне теплый пол – это зло. Это постоянно сухой нос. Но это уже аксиома и доказано не одним домовладельцем. Принимаясь за дело, нужно хорошо проварить все участки сгибов листа. После монтажа короба в пол подобраться к этим узлам уже будет невозможно. Как же здорово работать в своем доме. Представляю, каких дел мы наворотим, когда появится мастерская. По секрету, в загашнике у меня хранится чертеж боевой двухместной багги. Моя мечта. Но всему свое время. Стандартный лист имеет длину 2,5 метра. Нам же нужно сделать короб длиной 330 сантиметров. Это не проблема, если тщательно готовиться к работе. Помните, я как-то говорил про системный подход. Все нужно делать поэтапно. Тогда будет меньше усталости от лишней беготни. Привариваю торцевые стенки, и остается самая важная часть – под декоративную решетку. Их роль будет выполнять 25 уголок толщиной 3 миллиметра. Задача, возложенная на этот узел, не только создавать интерьерные решения, но и в случае чего выдерживать нагрузку наступающего на решетку человека. А это уже стратегическая задача. Поэтому к вопросу надо подойти со всей серьезностью. Позже я сосчитаю количество потраченных на эту работу электродов, и их сумма будет варьироваться где-то в районе 170-190 штук. Зачищаю металл щеткой, готовлю лоток к покраске. По-моему, получается не хуже, чем магазинный. Есть у меня еще одна идея – сделать приточную вентиляцию именно в конвектор. Я могу просто прорезать отверстие и подключить сюда приточку. И она будет как раз конвектировать тепло. Но вы поддержите комментарием, если считаете, что эта идея интересная. На основе рамочной клепки мы сделаем решетку для нашего будущего конвектора. С ней торопиться пока не стоит, до чистовой отделки далеко. Я думаю, что это мы на вторую часть нашего фильма перенесем. Сейчас нам главное подключить, чтобы эта система работала и была правильно собрана. Теперь нужно сварить сам конвектор. Для этого я, как уже говорил, буду использовать трубы 57-го сечения. Два угловых поворота на 90 градусов, которые будет создавать подкову. С одной стороны будет подача, с другой стороны будет обратка. Я приобрел сгоны, приобрел краны Маевского, заказал на плазменной резке замыкающие 57-е заглушки с отверстием на 25. На самом деле душа поет. Я взялся за отопление, представляете? В моем подсознании это последний шаг перед въездом. Перед тем, как я уже зимой начну заниматься отделкой, полноценно ночевать, жить. Блин, это круто. Это круто. Я мечтаю, когда же это наступит. Но до этого времени, к сожалению, еще, конечно, годик, наверное, нужен. Так, сейчас мы свариваем всю конструкцию воедино. Потом мы поднимем ее наверх и покрасим. Первое, что надо сделать сейчас, это подготовить трубы. Почистить их внутри, чтобы в дальнейшем у нас не было засорения системы. И начнем наваривать на него все эти конструктивные элементы, которые нам необходимы. Заметил внутри трубы множество непотребного сора в виде ржавчины. Решил, что правильным будет почистить новенький регистр. Для этого подойдет щетка-насадка и кусок арматуры. Заряжаю все это в трубу и миксером хорошенько прочищаю канал. Это первая батарея в моем доме. Вы должны понимать меня. Все новое, появляющееся в своем доме поднимает настроение и мотивацию к дальнейшей работе. Особенно, когда осознаешь, что совсем недавно тут было поле. И все это ты, как муравей, создал сам, своими руками. По-моему, очень круто. Собираю регистр. Решил, что правильнее начать с мелких деталей. А потом наварить все это на трубы. Обязательно надо установить кран Маевского. Без него никак. Он призван удалять завоздушивание системы. Так, пойдемте в дом. Холодно. Реально холодно. Вот такая вот штука. Можно ключом, либо отверткой убирать лишний воздух из регистра. Вот. Это мы варим в трубу. Обязательно. Для того, чтобы система не завоздушивалась, нужно установить кран Маевского. Так как у нас есть определенные допуски по высоте лотка, я принял решение сгон крана поделить на две части. На подачу и на обратку ставлю сгоны 25-го диаметра. Возможно, потом заужу ввод до 20-го сечения. Но уменьшить размер всегда проще, чем потом его увеличивать. Между трубами нужны распорки. Сделал их из остатков 20-й трубы. Регистр смотрится очень достойно. Уверен, что сейчас возникнет много споров на тему того, что конвектор без рёбер будет давать не тот коэффициент полезного действия, и это совершенно бесполезная штукенция. Давайте посчитаем просто логично на калькуляторе. Два конвектора по цене 50 тысяч в сумме это 100. При том, что мы знаем, что внутрипольные конвекторы, которые не оборудованы вентиляторами, не дают достаточного КПД, а стоят так же дорого. Почему вообще на основе регистра? Ответ очень простой. Регистр это удобно, дёшево, быстро, эффективно. Эффективно. У меня есть для этого все материалы и инструменты. Регистр готов. По-другому можно назвать его конвектор. Любой регистр это и есть конвектор. Ведь его задача конвектировать тепло, правильно? То есть конвекция это движение. Движение тепла. Что я здесь сделал? Сразу говорю. Первое. Поставил кран Маевского, как мы с вами это уже обсуждали. Приварил ножки для того, чтобы конвекция была правильной, чтобы под батарею заходил воздух и конвектировал. Теперь надо это все собрать на месте, посмотреть, как это будет в итоге. Что я не сделал? И сейчас обязательно это добавлю перед тем, как все это заносить наверх. Регулировочные ножки. И это обязательно нужно сделать. Их будет 6 штук здесь, и, наверное, 4 штуки здесь. Потому что перед тем, как это все дело фиксировать навсегда в пол, мы должны будем отрегулировать по уровню. И второе, мы должны будем просверлить отверстие в уголке для того, чтобы прикрутиться потом в торец пола. Это нужно сделать сразу, потом будет неудобно. Итак, конструкция сварена. Теперь мне осталось поднять ее наверх и покрасить ее грунтовкой. Кстати, знаете, интересный момент. Где-то в телевизоре услышал такую штуку, что покраска батареи в черный цвет увеличивает ее КПД на 8%. Вы такое слышали? Если да, напишите в комментариях. Но мне кажется, краска, как она может вообще, ну, типа, как? В любом случае, я сейчас просто покрою грунтовкой в серый цвет. Основной цвет мы потом выберем супругой. Может, вы что подскажете. Друзья, если вас это, конечно же, не затруднит, прошу отметить наше видео лайком и репостом. Это очень поможет развитию нашего канала и продвижению этого выпуска в сети YouTube. Кстати, некоторые зрители в видео про кровать спрашивали меня, как же я буду это все дело запаковывать потом в пол. Из-за того, что теплых полов тут нет, здесь будут просто деревянные полы по лагам. То есть лаги 10-сантиметровой высоты мы положим. Сверху положим два листа фанеры с перехлестом швов по десятке. То есть 12 сантиметров. И плюс чистовая отделка как раз около сантиметра. Ну там 0,8 миллиметра. Получается 12 с половиной. На конвектор самое то. Прямо в аккураточку будет под ноль. Она пружинит, потому что она не установлена еще на плоскости. У нее нижний каркас играет по плите. Как только я ее прианкерю к полу, она не будет уже играть. По поводу вот этой пружинистости, ну давайте я вам покажу. Вы спрашивали. Она, конечно, пружинит. Но смотрите. Вот. Вот ее пружинистость. Если мы установим здесь центральную опору потом, то вообще проблем не будет. Мы попробуем, переночуем несколько ночей в таком виде. Если реально будет бесить вот эти ночные переворачивания и кровать трясется, то, конечно, я поставлю центральную опору и проблема решится на 100%. После обезжиривания поверхности наношу кистью грунтовку. Я думаю, сейчас уже для всех стало понятно, как и где будет располагаться мой регистр. Не хочу грузить вас формулами. В сети даже есть калькуляторы расчета КПД и оптимальных сечений труб. Скажу лишь, что все размеры я подбирал с небольшим запасом по мощности. Вы также заметили, что в коробке я оставил место под термоголовки. На всякий, так сказать, пожарный случай. Еще один важный момент. Красить подобные изделия нужно в хорошо проветриваемых помещениях. Баночка красочки истрачена. Я же вам сейчас все покажу. Краска такая токсичная, веселая. Смотрите, вот этот конвектор. Чувствуется, что настроение меняется. Вот этот конвектор пойдет в комнату моей дочери. Ой, надо отсюда уходить. Я же могу показывать. Прямо вот сюда. Вот сюда ляжет. В этом месте встанет конвектор. Он у нас 2,30, а весь проем 2,50. Логично, что вот этот конвектор пойдет на это окно. Я хотел уже сразу его установить как надо туда, но потом принял решение, что нет. Пусть он будет немножко пока отстоит подальше. Я пока не тороплюсь, а шторы уже пусть висят на месте. Я хотел шторы оставить в таком состоянии, завернутые. А конвектор поставить под окно. Сразу под окно. Пусть он так высохнет. Потом мы его установим уже на место. Все регулировочные болты прикрутим и будет хорошо. Так, по поводу батарей. Сразу говорю, вот эти перемычки это не рабочие. Сделаны только для того, чтобы батарея держала свою правильную форму. Не более того, не подумайте, что это какие-нибудь байпасы. В каждой батарее мы видим клапан под кран Маевского. По поводу сечения вот этих конвекторов, я хочу сказать, что такая конструкция даже без конвекционных ребер, мне кажется, будет давать нормальный КПД. Тем более, что в этой комнате у меня на эту батарею возлагается только одна надежда. Блокировка французского окна, чтобы оно не текло. Ну, чтобы вот этой воды не было на стеклах. Но я думаю, что это еще будет обогревать эту комнату. Что-то мне подсказывает, что на эти батареи мне придется ставить еще и терморегуляторы. Вполне возможно. Потому что чувствуется в них мощь. Что? Мощь! Сила! Кстати, небольшое отклонение от основной темы. Я никогда так не делал, но очень хочу поблагодарить сегодня одного из наших подписчиков. Зовут Иван Иванов на канале. Настоящую фамилию разглашать не буду. За донаты на покупку колес для нашего автомобиля. Спасибо большое, друг. Я буду очень рад, если это видео вам пригодится в вашей стройке. Уверен, что вы можете сделать намного лучше. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. До следующей недели. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok